В Ростовской области в 2013 году на базе 150-й спецчасти была создана одна из крупнейших на юге страны пожарно-спасательных частей. Она дислоцируется в 25 километрах от города Ростова-на-Дону в селе Кулешовка Азовского района. И это действительно уникальное подразделение по своим масштабам особенно. И, конечно, здесь служат одни из лучших спасателей всей страны. И сегодня мы идем к ним в гости. Это специализированная пожаростательная часть, созданная в 2013 году, предназначенная для тушения крупных пожаров на территории Ростовской области, а также Южного федерального области. Наше подразделение тестовано на виды работ, как проведение водолазных работ, проведение высотных работ, применение высотных альпинистских снаряжений, разведка пожара при помощи беспилотных электропаратов, робототехнические средства. Инженерная служба проведения инженерных работ имеется на вооружении подразделения 78 единиц техники и 116 человек личных составов. Для обычного человека попасть на территорию такой пожарной части – большая удача. Еще и потому, что день у спасателей расписан буквально по минутам. И начинается он всегда строго по расписанию. Сергей, а вот подскажите, пожалуйста, что это за квадратики у вас тут на полу с буквами? Это место проведения ежесуточных утренних разводов. То есть ежесуточно заступают две дежурные смены. Одна сменяющая, одна заступающая смена. У каждого обозначена должность, на которой место он заступает. Так. Руководство подразделения выходит на развод, то есть проводит инструктаж, опрос обязанностей, доведение оперативной обстановки за сутки. И дает команду на проведение смены дежурных короводов. Вот что такое СИЛ? СИЛ – это старший инструктор пожарной специализированной пожарной части. А В? В – это водитель. Водитель. А Р, Д, С? Это руководитель дежурной смены. Руководитель дежурной смены. А Д? Диспетчер. Вот, я встану на буковку Д. Вот, я буду сегодня диспетчером. И в 8 утра, или во сколько? Без 15 и 8 становится на работе сменяющая, заступающая караула. Выходит руководство подразделения и опрашивает по вашим должностным обязанностям. У нас отличие от обычной пожарной части тем, что в состав дежурного караула входит врач, водолаз, химик. И у нас в отделении в расчете стоит до 8 отделений, находится в постоянном боевом дежурстве. Каждый сотрудник, заступивший на смену, ежедневно отрабатывает профессиональные навыки. Ведь основная цель пожарных и спасателей – тушить пожары, работать со взрывоопасными веществами и на глубине, и, конечно, спасать жизни, имущество и окружающую среду. Вот почему тренировки для пожарных так важны. Это учебная пожарная башня. На ней отрабатывают работы сотрудники высотного отделения по спасению людей и тушению пожаров на вышестоящих этажах. На пожарных башнях отрабатывают навыки спасения людей из высотных зданий, что особенно актуально в наше время. Сценариев происшествий может быть множество, и к любому развитию событий необходимо тщательно подготовиться. А ситуации могут быть разные. Ведь спасателям зачастую приходится не только забираться на большую высоту, но и погружаться на глубину. И прямо сейчас здесь на полигоне, там где-то глубоко метров в семи глубиной спасают манекена, вполне возможно. Да, потому что отрабатываются навыки, как же, например, вот там вести себя на глубине. Очень интересно. Вадим, здравствуйте. Я вот сразу вас поймала и после погружения. Я знаю, что вы сами это построили, да, вот этот полигон. Да, точно. Для чего он нужен? Для проведения тренировочных спусков, чтобы у водолазов была физиологическая натренированность к нахождению к воде, к повышенному давлению. Так как известно, что главное в профессии – это быть готовым. А готовность достигается исключительно тренировками. Такой вопрос. Как вы видите в мутной воде, в нашей? У нас же иллистое дно, песок, например. Пальцами. Все на ощупь? У нас зачастую условия спуска – это либо отсутствие видимости, либо близкое к нулевой видимости. Поэтому все на ощупь. Ничего себе. И у вас есть какие-то специальные тактильные упражнения, чтобы распознать? Это, допустим, железо, это дерево, это песок, это, я не знаю, рыбка. Ну, лучше по наитию. По наитию? И вы поднимаете, потом смотрите, что вы подняли? Ну, зачастую на ощупь определяешь. Либо это деревяшка, либо это что. У нас же в основном связано с поиском. Да. Служба. С поиском подъемов. То есть боеприпасы, они определяются однозначно, что это может быть. Вы даже боеприпасы можете искать? Да. Ого. Допусты есть. Ну, в основном связано, конечно, с трагедиями человеческими. То есть это зачастую подъем утопших. Там определяется очень однозначно, в своем понимании. Можно вам руку пожать? Вы просто человек, который видит в темноте. И в воде. Так точно. Но наши сотрудники специализированной пожарно-спасательной части хорошо ориентируются не только под водой. В поиске и предотвращении пожаров им нет равных. Сергей является начальником группы робототехнических средств и беспилотных летательных аппаратов. И он знает, как найти пожар. Правильно говорю? Да, так точно. В системе МЧС беспилотный летательный аппарат, беспилотные воздушные суда предназначены для проведения разведки лесных, техногенных пожаров, разливов рек, поиска пострадавших, а также корректировки действий аварийно-спасательных служб. У нас беспилотные авиационные системы радиус действия от оператора 6 километров. Он довольно-таки достаточно далеко, где непроходимо и не проедешь, облетать в местах. Интересно. То есть мы стоим сейчас здесь, в Кулешовке, а он долететь может до Азова? Да, Азова. На страже. Мы даже с воздуха видим, если где-то появится пожар. Да? Так точно. И если вдруг пожар возникает в сложно доступном для человека месте, то на помощь приходит уникальная техника. Мне кажется, вот этот ГПМ-54, гусеничная пожарная машина, это особая горность специализированной пожарно-спасательной части. Если вы увидели здесь танк, то вы не ошиблись, потому что она создана как раз-таки на базе танка Т-54. Вот такой красавец стоит у нас здесь, в Ростовской области. Это особая гордость, потому что такими автомобилями или танками похвастаться может далеко не каждый регион. Не то, что уж там пожарная часть. Он бронированный. Его, конечно, задействуют для пожаров высокого класса. И, в принципе, не только для пожаров. Если где-то загорятся какие-то взрывоопасные вещества, то путь-дорога этому танку. И он очень интересный, устрашающий, я бы даже так сказала, мощный. И когда ты рядом с ним стоишь, то чувствуешь, что да, это танк. Потому что если заглянуть в кабину, то сразу будет понятно, что там ничего не меняется. Там вот прям вот все как в танке. И, естественно, для того, чтобы ею управлять, нужны навыки экстра-супер-профессионалов, которыми и обладают сотрудники спецчасти. Кстати, водить такой автомобиль под силу далеко не каждому. А маневрировать на нем, тем более в экстремальных условиях, могут вообще единицы. Сейчас мы видим уникальные кадры, как работает гусеничная пожарная машина на базе танка Т-54. Вот горит огонь, вот она едет. И сейчас, ух, она спасет нас от огня. Но я побежала! Но не только танками могут похвастаться наши пожарные. На вооружении специализированной пожарно-спасательной части есть уникальная аварийно-спасательная машина тяжелого типа. Вот она! Чем она уникальна? Ну, во-первых, их всего две в Ростовской области. Вот таких вот. Во-вторых, она вооружена, по последнему слову, спасательной техникой. Здесь есть все для того, чтобы ликвидировать любое чрезвычайное происшествие. И, что характерно, здесь, помимо вот такого большого отделения для хранения этой самой техники, инвентаря, есть еще отделения, где могут передохнуть, отдохнуть, выспаться спасатели, которые выезжают на такие тяжелые случаи. И увидеть подобный автомобиль, слава богу, представляется возможность не так часто, но сегодня мы можем ее посмотреть. Красавица! Это аварийно-спасательная машина тяжелого типа, принадлежащая для ликвидации последствий ЧАЭС различного характера. Данный автомобиль применяется как при проведении высотных работ, для ликвидации последствий подтоплений, имеются мотофомпы, также для проведения радиационной и химической разведки, также ликвидации этих последствий. Принимала она участие при ликвидации лесного пожара в Тарасовском районе, при ликвидации последствий подтопления на ЖД вокзале Ростов-Главный и также при различных ЧАЭС на территории Ростовской области. На вооружении данной машины находится с 2017 года, имеет широкий спектр оборудования и проводимых работ, которые на ней можно проводить. Всем известно, что работа пожарных – это опасное и трудное дело, и порой эти бравые парни могут сутками не возвращаться домой с работы, потому что нужно бороться с огнем, спасать не только людей и их жилища, но и всевозможные предприятия, леса или поля. И к таким будням они тоже очень хорошо подготовлены. В специализированных пожарно-спасательных частях работают удивительные люди, многофункциональные, как любят у нас говорить сегодня. Они действительно умеют очень многое. Сегодня они работают пожарными спасателями. Завтра на выезде в чрезвычайной ситуации они могут приготовить еду, опуститься под воду на глубину 7 метров, либо залезть на 10 этаж, чтобы спасти чью-то жизнь и потушить пожар. В общем, это действительно элита наших пожарных подразделений. И я сегодня безумно рада тому, что мне приоткрыли завесу тайны, и мы посмотрели, увидели, как же живут эти действительно бравые бойцы, эти отважные люди. Ну и, естественно, познакомились с техникой, которая ежедневно готова спасти жизни каждого из нас. Сухих рукавов вам, дорогие друзья. И, конечно, будьте счастливы и здоровы. Ну а мы в следующий раз отправимся в новую точку на карте. Следите!